В 2013 году в России учредили премию для молодых героев «Горячее сердце». Вручают ее неравнодушным ребятам, которые совершили по-настоящему мужественные поступки. В этом году церемония награждения пройдет в Москве 23 апреля. Нагрудным знаком «Горячее сердце» наградят 128 человек. Среди них и жительница Чувашии, 10-летняя Оля Ярисова из села Октябрьское. Она выявила из «Горящего дома» своих сестер. Подробности в сюжете. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Она постоянно улыбается, мечтает стать учителем танцев и обожает играть с сестренками. Примерно так же девочки веселились и 13 сентября 2013 года. Эльза сказала, хочу спать. Мы легли спать. Лена в другой кровати, отдельную спальную, а мы с Эльзой в один кровать, где пока родители спят. А родителей не было пока что дома. Я ложилась, чтобы Эльзу устут, и сама тоже вместе уснула. Проснулась я из-за того, что был дым. Я встала, неплохо было разговаривать. Ну, как в роту дым был. Я первая подумала, надо разбудить Эльзу с Леной, нельзя бросить так своих сестренок. Сестры убежали к соседям в одном нижнем белье. Признаются, было жутко страшно. Оказывается, загорелась старая электрическая печка, обогревающая дом. Родители, которые уехали по делам в столицу республики, узнали о пожаре по телефону. Мама до последнего не верила, что горит именно их дом. Вот обратно, когда уже приехали, она видит, что огонь уже, там пламя выходит. Видно уже, оттуда дороги уже, когда приезжали. И когда приехали, она с машины уже вышла и в обморок упала. Сейчас Ярисовы живут в квартире родственников. Недавно в семье появился наследник. Свой первый день рождения Федя будет отмечать уже в новом доме, строить который помогает все село. А пока провожает отважную сестру в Москву. Нарядное платье, белые банты и фотоаппарат легко умещаются в скромной сумке. Честно говоря, брать с собой особо нечего. Все вещи сгорели. Да и в них ли счастье? А что самое ценное твое сгорело? Что ты жалеешь, что не вернулась? Кошку. Кошка сгорела? Да. Олей гордятся все, кто ее знает. Да и сама она, пусть и не скромна, но считает себя настоящим героем. Потому что с Эльзой Лену спасла. Если бы их не спасла, они бы больше не были. Ну, когда мы уезжали, мы всегда говорили, Оля, ты остаешься за старшего. И все ответственность на тебе уже. Когда уходить будете, например, все у тебя спрашивали там. И чтоб ты знала, куда дети уходят или кто-нибудь. Вот это все наказывали ему, чтобы было все хорошо, чтобы он дома. Она за все отвечала. Мария Шоклева, Андрей Шоклев, Республика. Субтитры создавал DimaTorzok